На минувшей неделе состоялся 4-й Пикалевский форум в рамках проекта «Новая Пикалева». Проект «Новая Пикалева» инициирован в конце 2011 года заводом «Базел Цемент Пикалева» и фондом «Олега Дерипаска. Вольное дело» и реализуется в партнерстве с администрацией города Пикалева, администрацией Бакситогорского района при поддержке правительства Ленинградской области. Цель проекта – создание моделей инновационного развития малых территорий на основе капитализации и сложения трех активов. Человеческого капитала, новых технологий и локальных ресурсов на примере решения задач развития города Пикалева. Открыл форум детский музыкальный коллектив «Жалейка. Гордость города Пикалева». Провел традиционную встречу руководитель проекта «Новая Пикалева» Олег Тюрин. Слово для приветствия предоставили главе администрации Бакситогорского района Сергею Мухину. Я рад приветствовать сегодня здесь всех участников очередного форума. Я хочу сказать, что не очень может быть большая история предшествует к сегодняшнему событию. Но тем не менее, я должен сказать, что за это время обходил очень достаточно серьезный и важный путь. Я хочу сказать, что сегодня очередной этап отмечен серьезным, на мой взгляд, и очень важным событием. Буквально несколько минут, часов, час-два назад мы открыли в городе Пикалево ресурсный центр робототехники. Это второй наш проект, соответственно, с фондом «Вольное дело» Лебеды и Пасхи. Я хотел бы отметить, что это очень современный проект. На форуме подводились итоги деятельности по проекту «Новая Пикалева» за 2012 год. За время реализации проекта проведено более 40 семинаров, дискуссий в Пикалево и Санкт-Петербурге, на которых выработано около 400 идей по развитию города. В работе каждого предыдущего форума приняли участие около 150 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, 12 регионов России, США и Астрии. Создана Ассамблея развития города, которая рассматривает и рекомендует к финансированию проекты. Сегодня в городе произошли положительные изменения в области образования. Создана и единая образовательная среда. Открыт первый в Ленинградской области ресурсный центр робототехники. Реализуются проекты по благоустройству города. Проект «Двор нашей мечты» открыт детский городок и воркаут-центр. Также реализуются проекты развития библиотек, спорта. На предыдущем форме наша школа для этого рассказа про это детское среди дня сразу же очень активно мы учились в реализацию. У нас уже проходили мастер-классы, на которые приезжали, мы уже были опытные журналисты, которые учили детей, как проект на съемку листи, как проект на съемку листи, как проект на съемку, как все это монтируют. И вот после небольшого 2000-го перерыва на рейд-каникулы мы вновь продолжаем эту деятельность. Сейчас у нас заключен договор с кабиной телевидения диалог, и они в общем-то осторожно подходят те родственные волосы, которые мы однажды играем. У каждого из нас было детство свое, а я говорю о двором детстве. Вспомните, как мы все играли во дворах, и у каждого наверняка есть свои истории из детства и свои дворы. В каком состоянии сейчас находятся дворы Пикалева, в этом состоянии можно назвать плачевным. Поэтому я бы хотела, чтобы дворы нашего города стали красивее и умютнее, и чтобы нашим детям было хорошо играть. На четвертом Пикалевском форуме присутствовал вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов. По словам Дмитрия, положительный опыт проекта «Новая Пикалева» должен быть использован и другими моногородами Ленинградской области. Глава администрации муниципального образования города Пикалева Сергей Вебер представил модель общественного муниципального управления инновационным развитием города. И успешное развитие нашего города в глубинке, оно как раз требует нового подхода и к управлению этих территорий, новых способов решения различных задач. Конечно, можно сказать, что прежняя модель развития города, которая существовала раньше, те нового поступления, которые были недостаточно, конечно, способны обеспечить все болезни города, они уже в современном мире, скажем так, исчерпали себя. Поэтому для того, чтобы современный мир выживал, развивался, такой небольшой город необходима, новые изменения, новые возможности для развития. На форуме объявлен конкурс проектов развития города на 2013 год, организованного администрацией города Пикалева и фондом Олега Дерипаска «Вольное дело». Фонд Олега Дерипаска – одна из крупнейших российских благотворительных организаций. Новая Пикалева – проект фонда, который позволит в городе создать предпосылки для диафресикации экономики, обустроить комфортную среду для горожан их собственными силами, повысить социальную ответственность жителей города за его развитие и состояние. Каким должен быть город, в котором мы живем, по Вашему мнению? Город должен быть красивым, привлекательным, чистым. В этом городе должно быть чистый воздух, приятно дышать. К сожалению, пока это не всегда удается, но я думаю, в перспективе это все должно получиться. А что бы Вам хотелось изменить в нашем городе? Ну, я уже говорил, это лицо города, это железнодорожный вокзал. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашем городе был красивый, современный железнодорожный вокзал. Это, я считаю, это очень важно для города, это лицо города. А какие изменения Вы заметили, как житель нашего города, Пикалёва, со временем образования проекта Новопикалёва? Ну, город меняется, ремонтируются фасады, ремонтируются крыши домов. Это положительный результат. Вы считаете, проект Новопикалёва какую пользу нашему городу несет? Ну, я считаю, что городу повезло, что появился такой проект, он единственный в России. И благодаря Глебу Тюрину я вижу большие перспективы для города. В том числе, если эта программа у него получится, я думаю, получится, то в результате город станет привлекательным для крупных инвесторов, которые в город придут, переведут рабочие места, деньги. И это поможет городу стать более привлекательным, красивым и иметь будущее. Елена Валтес, Сергей Макаров, Пикалёвское кабельное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова